Диана Леснича Подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. На прошлой неделе США подписали аналогичное соглашение со Швецией. Согласно новому документу, Финляндия в частности предоставит США 15 районов страны под военные склады и базы. Конгресс запретил покупку российского ядерного топлива. Законопроект, одобренный Сенатом и Палатой представителей, передан в Белый дом. Российский ФСИН заявил, что Навальный убыл из Владимирской области. У соратников политика нет с ним связи уже 10 дней. Сильный шторм обрушится на Флориду, а затем усилится, обрушившись на восточное побережье. В эти выходные пиковым днем называется суббота. Непогода принесет сильные дожди, порывистый ветер и наводнение. Долгосрочные негативные последствия заражения вирусом гриппа, схожие с постковидным синдромом, развиваются у значительной части пациентов, обнаружили медики из США. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале «Ланцет». Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти покидает в конце года Конгресс. О своем решении политик сообщил спустя два месяца после того, как законодатели проголосовали за отстранение его от должности. Маккарти стал первым в истории главой органа, которого отправили в отставку. О превратностях политической судьбы неоднозначного республиканца из Калифорнии мой коллега Сергей Нерубенко. Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти начал этот год, услышав, в конце концов, свое имя в этом качестве. Мечта, которую он придерживался на протяжении всей своей политической карьеры, сбылась. Но жизнь, как известно, тем более политическая, полна неожиданностей. В четверг Маккарти завершил 2023 год на Капитолийском холме прощальной речью. Он уходит. Спасибо, что дали мне возможность служить вам на благо Америки. Я любил каждый день. Менее 13 тысяч человек когда-либо удостаивались привилегии и чести служить здесь. Коллегам-демократам я также благодарен за проделанную работу. Временами мы можем не соглашаться, но я думаю, что мы должны понять одну вещь. И если я могу дать совет, то не бойтесь, если вы верите, что ваша философия приносит людям больше свободы. Не бойтесь, что из-за этого вы сможете потерять работу. Все равно сделаете так, как считаете нужным. Я бы все сделал так же снова. Мы очень многого смогли добиться за короткое время. Калифорнийский республиканец попрощался с Конгрессом на этаже Палаты представителей, где прошли 15 туров выборов его на должность, несколько провальных процедурных голосований и первое смещение спикера Палаты представителей за всю 234-летнюю историю Конгресса США. Маккарти занял этот пост в начале января, чтобы потерять его через 9 месяцев. На протяжении 9 месяцев работы на посту спикера Маккарти сталкивался с трудностями направо и налево. Он работал с очень слабым большинством и крайне правой группой законодателей, которые готовы были испытывать его и бросать ему вызов при каждом значительном голосовании и принятии важных законов, которые им приходилось преодолевать. Большую часть своей жизни Маккарти стремился занять высший руководящий пост в Палате представителей, который является вторым по значимости послепрезидентского. Будучи избранным в Конгресс в 2006 году, он целенаправленно прокладывал себе путь наверх. В течение пяти лет Маккарти занимал пост лидера республиканской партии, где считался мощной силой по сбору средств. Это и помогло ему добиться большинства в прошлом году. Но все внезапно закончилось в октябре, когда крайне правый республиканец из Флориды, конгрессмен Мэтт Гейтс, которого Маккарти когда-то поддерживал на праймерис, внес предложение об отстранении спикера от должности в наказание за использование голосов демократов, чтобы избежать временного закрытия работы правительства. Люди по всей стране должны объединиться, чтобы стать законодателями для всех граждан. Мы не можем допустить, чтобы этот выборный орган не справлялся со своими обязанностями. Это самое основное, что мы обязаны делать каждый день. И мы никогда не должны позволять этому законодательному органу останавливать работу, чтобы делать то, что правильно. Так что если вы столкнетесь с вопросом, стоит ли делать то, что нужно, из-за страха потерять должность, все равно сделайте это. Потому что это правильно. И это то, чего требует нация. Несмотря на свою значимость, день прощания был для Маккарти обычным. Он проголосовал за ежегодный проект, пообщался с коллегами-республиканцами в зале заседания Палаты представителей и поговорил с толпой репортеров. Однако это не было окончательным прощанием. Калифорнийские консерваторы уже заявили, что рассчитывают на то, что Маккарти поможет им сохранить большинство в Палате представителей в 2024 году. Маккарти согласился, подчеркнув, что будет помогать в сборе средств, особенно в сложных политических гонках. Занимаясь политическим фандрайзингом, он смог собрать много денег для республиканцев в Конгрессе, так что вполне вероятно, что он продолжит свою деятельность в политической сфере и будет работать над тем, чтобы продолжать искать деньги на республиканские выборы по всей стране. Ранее в этом месяце Маккарти объявил, что покинет свой пост конгрессмена в конце года, чтобы служить Америке новыми способами. Пока же это потеря республиканского голоса в Палате представителей, чему совсем не рад новый спикер Майк Джонсон. Господин спикер, не могли бы вы рассказать об уходе Кевина Маккарти и о том, что это значит для Палаты представителей? Я только что сделал заявление, и это все, что я могу сейчас сказать по этому поводу. Мы работаем над множеством других вопросов, но Кевин был нашим давним и надежным другом, и мы высоко оцениваем его долгую службу и жертвы ради Палаты представителей и желаем ему успехов в дальнейших начинаниях. Мне грустно видеть, что он уходит. Решение Маккарти уйти в отставку в конце этого года оставляет Джонсона с еще более слабым большинством голосов республиканцев в Конгрессе, которые он может потерять при совершении важных законодательных подвигов, включая финансирование правительства в начале следующего года и реализации многих других далеко не самых однозначных планов, чего республиканцы ждут от него до выборов 2024 года. Пока же калифорнийский республиканец возвращается в свой родной штат, но в Калифорнии политические перспективы бывшего спикера не так уж и велики, и Маккарти не исключает будущие возможности работы в правительстве страны и даже должности в кабинете Трампа, несмотря на сложные отношения с бывшим президентом. Сергей Нерубенко, Михаил Харченко, Александр Хабалев, РТВА, Нью-Йорк. К нам присоединяется Сергей Костяев, преподаватель политологии и профессор университета Дрексла. Здравствуйте. Вот а насколько чувствительно для республиканцев в Конгрессе потери Маккарти, как вам кажется? Учитывая, что он был довольно неудачным спикером, в общем, он не мог контролировать свой республиканский кокус. Ну, в принципе, традиционно у республиканцев очень большие проблемы с внутрипартийной дисциплиной, в отличие от демократов. Демократы ссорятся, ругаются, но в итоге в большинстве случаев они могут найти какой-то внутрипартийный консенсус. У республиканцев все это очень сложно, и, в общем, потеря очередного никчемного спикера, ну, там, Джон Байнер, например, у которого ничего не получалось. Ну, в общем, я не вижу здесь какой-то особой проблемы. А могут ли республиканцы все же рассчитывать на то, что Маккарти действительно сумеет привлечь значительные средства в небедной, в общем-то, Калифорнии? Сможет ли он сыграть какую-либо другую политическую роль в штате? Обычно бывшие спикеры, там, Ньют Гингридж, вспомним, или Джона Бейнера, они пишут какие-нибудь мемуары. Иногда у них получаются консалтинговые контракты с каким-нибудь телеканалом обычно. Если республиканец, то он идет на CNN, а если демократ, то идет, соответственно, на Fox News. Вот я думаю, такая его будет роль, обычная роль основного политика. А насколько, как вам кажется, вообще вероятна возможность возвращения Маккарти на национальную политическую арену? И если в теории да, то в каком качестве? Я не думаю, что он сможет куда-то вернуться, поскольку, опять же, он провел себя как некое посмешище, когда он, собственно, отказался вообще от всех полномочий спикера, лишь бы у него была вот эта табличка, что он спикер. Он отказался, он же создал эту ситуацию, при которой достаточно одного, что ли, члена республиканского кокуса, чтобы инициировать вопрос о недоверии спикеру. У него никакого другого спикера никогда не было такой позиции. То есть, мне кажется, он какой-то абсолютное посмешище. А если допустить, что Трамп снова переездит в Белый дом, взял ли бы он бывшего спикера в свой кабинет в случае победы на выборах? Я думаю, у Трампа есть для Маккарти слова. Лузер. Трампу лузеры в кабинете не нужны. Спасибо большое. Сергей Костяев, преподаватель политологии, профессор университета Дрексел, был с нами на прямой связи. Мы двигаемся дальше. Паллада представителей с опозданием одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024-й финансовый год на 886 миллиардов долларов. К слову, год этот начался еще в октябре. За проголосовали 310 конгрессменов против 118. И вот важная новость. Инициатива содействия безопасности Украины продлена. На эти цели США выделят 300 миллионов. Деньги направят Пентагону, который потратит их на приобретение вооружений для Киева. Тему продолжит Данил Русаков. С призывом к законодателям не уходить на каникулы, а проголосовать за военную помощь Украине объемом в 61 миллиард долларов, обратился официальный представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби. Во время брифинга в Вашингтоне он упомянул недавнее выступление Путина, который сказал, что боевые действия в Восточной Европе он намерен продолжать. Спустя почти 20 месяцев после начала жестокого и варварского вторжения Путин заявил, что его агрессия в Украине не закончится и мир не наступит, только, цитирую, «когда наши цели будут достигнуты». Конец цитаты. Мы все знаем, что это значит, и я очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые удерживали в заложниках важную помощь Украине, услышали послание Путина громко и ясно. Вместо этого они отправляются домой на каникулы, в то время как украинцы возвращаются в бой. Уйти на зимние каникулы, не поддержав полном объеме союзника, решил спикер Нижней Палаты и по совместительству сторонник Трампа, консерватор Майк Джонсон. Но сенаторы все же пошли на компромиссный вариант. Поздним вечером в четверг они утвердили бюджет Пентагона на 2024 год. 310 голосов подано «за» и 118 «против». Объем документов – 886 миллиардов долларов, 300 миллионов из которых предусмотрены на нужды Киева. Зимние каникулы уже стартовали, и вернутся с них законодатели лишь в январе. Именно тогда они смогут начать обсуждать траты для союзников. Помимо Украины – это также Израиль, а еще Тайвань. Ключевое условие, которое поставили республиканцы – это ужесточение миграционного законодательства. Они также требуют закрыть доступ для просителей убежища в страну через южную границу. В Белом доме ранее сообщили, что финансирование большинства оборонных программ для восточноевропейского воюющего государства прекратится уже к концу этого года. То есть практически через две недели. С начала полномасштабного вторжения российских войск Вашингтон выделил рекордную сумму в размере 112 миллиардов долларов. И как отмечают в окружении Байдена в интересах США, продолжить это делать и дальше. «Представьте себе цену крови, а также жизни наших собственных военнослужащих и наших союзников по НАТО. Если мы просто откажемся от этих усилий, если мы просто позволим Путину захватывать Украину, стереть ее с карты как независимую страну. Как сказал президент Байден, мы знаем из истории, что когда диктаторы не платят должную цену за свою агрессию, они продолжают действовать и дальше. И не обольщайтесь, Путин не единственный. Он не единственный, кто наблюдает за тем, что происходит здесь и чем все закончится. Другие страны, как друзья, так и враги, несомненно, извлекут уроки из нашей способности или неспособности выстоять в этой ситуации». А в Госдепартаменте заявили, что решение о возможных переговорах должна принимать сама Украина. Только от Киева зависит, с какими исходными к ним приступать. В ходе визита президента Зеленского Вашингтон, лидер восточноевропейской страны, заявил, что отказ от части территории ради мира он считает безумием. В американском внешнеполитическом ведомстве тем временем прокомментировали последние слова главы Кремля. «Ставка Владимира Путина заключалась в том, что он сможет пережить Запад и что Запад ослабнет. Он думает, что Запад перестанет поддерживать Украину и что Россия все еще будет там, готовая сражаться. Он просто хочет пересидеть всех нас. Мы говорили об этом с самого начала. Это его стратегия. От лица действующей администрации мы ясно дали понять, что считаем его оценку ошибочной. Мы знаем, что ему не удастся пересидеть Запад и Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгрессу предстоит доказать ему, что он ошибается». А еще в Госдепартаменте США поприветствовали решение официального Брюсселя, принятое накануне. В столице Евросоюза заявили, что готовы принять новых членов. В рядах потенциальных участников единого Старого Света – Молдова, Босния и Герцеговина, а также Украина. Данил Русаков, Михаил Харченко, Эдуард Кленер, RTVI, Нью-Йорк. К нам присоединяется профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Казник. Здравствуйте. И мой первый вопрос. Вот на ваш взгляд, почему республиканцы пошли на такой демонстративный демарш и все же ушли на каникулы? Отдают ли они себе отчет в тех геополитических последствиях, которые по их вине могут наступить? Да, прекрасно они все понимают, но просто им наплевать. У них есть своя повестка, которой они должны соответствовать. Некоторые вообще плевать хотели на проблемы с эмиграцией, поскольку чем больше проблем, тем больше можно будет выставить Джо Байдена сатаной и злодеем. Так что, помимо инфляции, это самая большая проблема, и республиканцы об этом прекрасно знают. И тут также стоит отметить, что республиканцы — это партия Трампа, которым вообще чихают на помощь Украине. Джо Байден сделал это приоритетом страны, и республиканцы считают, что Байден идет на поводу и таким образом ослабляет позиции США. Плюс Байден сейчас поддерживает Израиль, а мировая точка зрения сейчас склоняется не в пользу Израиля как раз. 24 на 7 на американском телевизионе — картина разрушений в Палестине и страдающих гражданских. Таким образом, республиканцы вообще хлопают в ладоши по этому факту. Джо Байден показывает себя как слабый политик во внешней политике, на границе — бардак. Таким образом, все идет по плану. Республиканцы в Конгрессе, в Нижней Палате вообще, как бы, с законодательной точки зрения, вообще не заинтересованы в своей работе. Они 12 законодательных актов привели в этом году. 12 — это очень-очень мало. Они так выполняют роль, отбывают ее. Кстати, о границе. Вы упомянули, насколько готов Белый Дум ужесточить миграционное законодательство ради помощи Украине, Тайваню, Израилю, собственно. Ведь послабление миграционных законов — это такая важная часть, в том числе предвыборной стратегии действующей администрации. Да, для Байдена это действительно важный вопрос. Иммиграция. Байден показывает себя как политик, который заботится о внешней политике, в первую очередь. Он выступает за предоставление помощи Украине, Израилю, Тайваню, и он готов пойти на компромиссы, что касается реформы иммиграционной. Последние доклады говорят о том, что Байден готов повернуть в спять свои демократические убеждения и пойти на соглашение с республиканцами. Однако проблема здесь в том, что если он пойдет на поводу у республиканцев, то он отвернет от себя прогрессивных демократов-либералов, которые являют собой большую и важную часть демократической партии. Сейчас администрация Байдена готова пойти на уступки республиканцам не только для того, чтобы получить 14 миллиардов долларов для поддержки границы, но и пойти на уступки для того, чтобы как-то помочь иммигрантам получить постоянное проживание в министерстве США. Если Байден хочет достичь своих целей, ему придется пойти на сговор с республиканцами. А консерваторы-республиканцы говорят, что на меньшее, чем продвижение HR2, они не готовы идти. Так что Джо Байден сейчас в сложной ситуации. А захотят ли демократы в случае согласия урезать эти траты, подобно тому, как они исправно выступают за сокращение некоторых жизненно важных для страны инвестиций? Таких, как социальная помощь, поддержка образования. Республиканцы, извиняюсь. Да, республиканцы только за то, чтобы сократить расходы на проекты внутри страны. Исторически республиканцы выступали за большее финансирование военных проектов, больше выступали за агрессивную внешнюю политику, империалистические наклонности и так далее. Но Трамп, знаете, это другой подвид республиканца. И база Трампа фокусирована в первую очередь на домашних и внутренних проблемах. Они, можно сказать, экзолиционисты. Таким образом, они, возможно, и хотят поддерживать Израиль и Тайвань, поскольку не любят Китай. Но в то же время республиканцы не особо энтузиасты касательно дальнейших поставок помощи Украине. Особенно учитывая тот факт, что есть доклады о неудачности украинского контрнаступления. И не только. В США Байден просит 68 миллиардов долларов. В Европейском Союзе вчера провалился пакет 55 миллиардной помощи Украине. Так что есть определенная усталость, стоит отметить. Такое ощущение, что Украина не получится достигнуть своих целей военным способом. И хватит уже забрасывать огонь долларами, который из бумаги, и лишь помогает ему продолжать гореть. Так что, что касается вопроса помощи Израилю, то тоже все сложно, поскольку большинство американцев считают, что США вообще не должны давать зеленый свет Нетаньяху, правительству Нетаньяху, чтобы убивать пластинцев. Так что, несмотря на то, что большинство американцев симпатизируют Израилю и согласны с тем, что 7 октября было недопустимым, когда Хамас убил огромное количество людей, все равно сейчас происходит постепенное смещение не только в США, но и во всем мире, что, может быть, и Израиль виноват во всем, что происходит. Так что, да, у Байдена большие сложности во внешней политике. Я благодарю вас за ответ. Питер Казник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне, был с нами на прямой связи. Мы переходим к следующей теме. Бывший председатель Республиканской партии штата Мичиган Лара Кок сдала показания на предварительных слушаниях по делу о выборах 2020 года. Согласно им, именно она утвердила документ, по которому выборщики от консерваторов были готовы отдать голоса за тогдашнего президента Трампа, если бы результаты волеизъявления в штате были отменены. Кокс настаивает, что документ, который представили на встрече избирателей в декабре 2020-го, носил церемониальный характер и ничего не значил без судебной отмены результатов. В то время я просто хотела провести церемонию лишь для того, чтобы обезопасить нас на случай потенциальной юридической отмены выборов. Если бы это произошло, у меня был бы документ, с которым я чувствовала бы себя комфортно в ходе переговоров с людьми и имела бы какие-то гарантии на проведение церемонии и голоса выборщиков, которые будут у нас в случае отмены выборов. Показания Кокс прозвучали во второй день предварительных слушаний по делу 15 республиканцев. Следователи утверждают, что группа подписала документ во время встречи в штаб-квартире партии Мичигана 14 декабря 2020 года, ложно заявив, что они являются должным образом избранными и квалифицированными. Фальшивые выборщики в Мичигане и еще шести штатах, где развернулась борьба, направили в Конгресс свидетельства, в которых ложно объявили Трампа победителем президентских выборов 2020 года в своем регионе, несмотря на подтвержденные результаты, пока говорящие о его поражении. К нам присоединяется Лаурон Слисик, профессор школы права Гарвардского университета. Я вас приветствую, и мой первый вопрос. Вот Лара Кокс настаивает, что все, что она сделала, было лишь подстраховкой на случай необходимости перевыборов. Насколько с точки зрения права она вообще могла это делать? Честно говоря, в ее словах есть определенная логика. Критически важно, чтобы во время выборов, которые проходят с очень небольшим перевесом, обе стороны имели свои собственные бюллетени. То есть, когда одна сторона объявляет победителя, другая сторона могла бы посчитать, насколько все это точно. Ведь если Конгресс не сможет пересчитать электоральные бюллетени в сторону кандидата, будет большая проблема, ведь Конституция говорит, что они должны быть подсчитаны в определенный день. Так что мне кажется, что есть определенная демонизация в том, чтобы спускать всех собак на людей в тех областях, в которых нет точной информации о том, кто же победил. А как вам кажется, как уголовное дело, которое сейчас слушают в Мичигане, в общем-то, достаточно серьезное, может отразиться на выборах с электоральной точки зрения? В предстоящих выборах очень большой опасностью является тот факт, что в выборах, которые проходят с небольшим перевесом в определенном штате, когда одна сторона якобы победила, но есть вопросы касательно того, как они, эти результаты считались, возрастает риск обвинений, которые могут быть отправлены в суд, и это создает конституционный прецедент. Представьте себе, что если, допустим, в каком-то штате выборы пошли в сторону Трампа, а губернатор говорит, что он поддерживает данные результаты, а с другой стороны говорит, что подсчет осуществлялся неправильно, в конечном итоге в суде это скажет, что Трамп победил, а Байден... Трамп проиграл, а Байден победит. Таким образом, Конституция должна будет обязать пересчитать бюллетени в сторону Байдена. Это будет катастрофический результат. Риск здесь, на самом деле, в том, что Конгресс не будет пересчитывать бюллетени на того человека, который не победил, но, по крайней мере, бюллетени должны достигнуть Конгресса, чтобы конкретный кандидат понимал, что же с ним происходит. Я благодарю вас за комментарии. С нами был Лоуренс Лисик, профессор школы права Гарвардского университета. Джейк Салливан провел переговоры с представителями правительства Израиля. США и Израиль обсудили график сокращения интенсивных боевых действий в войне против Хамас. США и Россия заявили, что хотят договориться о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уиллана. Госдепартамент заявил, что Вашингтон выдвинул несколько предложений, но все они были отвергнуты российской стороной. Росатом опроверг информацию о прекращении поставок урана в США. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, Росатом всегда выполнял в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил о срочной необходимости увеличить охват населения США вакцинацией в связи с ростом числа респираторных заболеваний. В этом сезоне прививку от гриппа сделали примерно на 7 миллионов меньше взрослых, чем в прошлом вирусном сезоне. Американские авиакомпании открыли активный прием сотрудников перед рождественским ажиотажем, когда там готовится перевезти почти 3 миллиона пассажиров. Они также корректируют расписание полетов в связи с нехваткой персонала. Сотни тысяч пожилых американцев смогут платить меньше за некоторые виды амбулаторного лечения, начиная с начала следующего года, об этом объявила администрация Байдена. Какие еще медицинские льготы предусмотрены для пенсионеров, расскажет моя коллега Лиза Каймен. Белый дом представил список из 48 лекарств, от препаратов до химиотерапии, до гормонов роста, используемых при эндокринных заболеваниях, цены на которые в этом году росли быстрее, чем уровень инфляции. При этом, по оценкам правительства, в уходящем году подорожали абсолютно все лекарства, многие более чем на 20%. Согласно новому закону, фармпроизводители должны будут выплатить федеральному правительству компенсации в связи с ростом цен. Эти деньги используют для снижения стоимости лекарств для пациентов с пенсионной медстраховкой «Медикэр», начиная со следующего года. В течение многих лет не было ограничений на то, как высоко и как быстро крупные фармкомпании могут повышать цены на лекарства. За год до принятия этого закона производители лекарств поднимали цены почти в четыре раза быстрее, чем росла инфляция, и они уже были запредельными. Давайте называть вещи своими именами. Это просто обдираловка. Они обдирают «Медикэр», они обдирают американский народ, и теперь мы даем отпор. Это заявление прозвучало во время выступления президента в лаборатории Национального института здоровья в штате Мэриленд. Новые правила можно назвать прецедентом, ведь это первый случай, когда производители лекарств должны будут выплатить штрафы в соответствии с законом о снижении инфляции, принятым Конгрессом в прошлом году. По оценкам Белого дома, это позволит пожилым американцам сэкономить от одного до двух тысяч семисот долларов на лекарствах, которые ежегодно используют семьсот пятьдесят тысяч пенсионеров. Это реальная перемена. Этот закон снизит расходы. Он спасет жизни людей, которые отказываются от лекарств, потому что они не могут себе их позволить. И он даст людям больше пространства для маневра. В этом и заключается суть байденомики. Переговор и конкуренция – это двигатели рыночной экономики. В любой другой отрасли люди всегда договариваются о цене. Но большая фарма добивалась своего без всяких переговоров, подавляя конкуренцию, вместо того, чтобы заниматься инновациями. И действительно, согласно данным, изложенным в статье журнала American Health and Drug Benefits, почти восемь процентов жителей США не могут принимать лекарства по назначению из-за высокой стоимости. Среди препаратов, включенных в правительственный список, есть непатентованные лекарства, принимаемые перорально или инъекционно, и средства для лечения различных расстройств или заболеваний. Перечень составлен администрацией Американского общества фармацевтов. Однако снижение цен коснется только тех пациентов, которые получают лекарства по Medicare Part B в государственной программе амбулаторного лечения. Группа B – это все, что не клиническое, то есть все, что не происходит в клинике. То есть лекарства различные, медицинское оборудование и так далее, и тому подобное. Что это такое? Это вы платите, доплачиваете какую-то сумму, кроме того, что платит Medicare. Medicare платит обычно гораздо больше, чем вы. Где-то 80%, 90% выплачивается именно этим Medicare. Потому что вы платили всю свою сознательную жизнь, платили налоги, и теперь это вам выплачивается. В целях снижения цен администрация Байдена планирует пойти еще дальше. Власти могут получить право на аннулирование патента на лекарственные препараты, чтобы снизить их стоимость. Такая мера будет возможна в том случае, если производитель захочет получить слишком много денег за препарат, разработка которого финансировалась государством. С 80-х годов был такой акт, это закон, который назывался Bay Dole Act. Акт этот о том, что те лекарства, которые спонсируются, тогда началось широкое спонсирование государством, значит, исследований в области рака. То есть оно будет спонсировать какую-то часть выпуска этого лекарства. Это должно как бы убыстрить, потому что деньги поступают сразу. Компания получает эксклюзивность на какой-то период, на какой-то срок. Достаточно, чтобы окупить ее расходы. Но на сегодняшний день так получается, что все эти деньги дают дикие неба. Просто деньги. Я не участвую в распределении денег, но я участвовал в компаниях, которые получали эти деньги. Ну, невероятные деньги. И эти деньги, значит, неправильно используются. И вот администрация, значит, этот акт 80-го года говорил о том, что если такое случается, то компания может, государство может прийти и отобрать лицензию. И вот они, значит, могут решить использовать этот акт, который уже существует. Готовясь к предвыборной кампании 2024 года, администрация Байдена предприняла ряд усилий, чтобы заставить фармацевтические компании снизить цены на лекарства. Президент планирует сделать это главной темой своего предвыборного обращения к американцам. Лиза Каймин, Артур Громада, Егор Кочуров, RTVI, Нью-Йорк. К нам присоединяется Григорий Йоффе, профессор политологии Редфордского университета. Я вас приветствую. Мой первый вопрос. Вот вообще, насколько применение акта 80-х, позволяющего вот так забрать лицензию на производство лекарства, разработанного на госденьги, разумное решение? Ну, сейчас трудно подходить к этому с точки зрения степени разумности. Ведь это предвыборная борьба сейчас идет. И, конечно, если эту меру применять слишком рьяно, то она не сможет быть квалифицирована как разумная. Но, с другой стороны, мы знаем, и в том документе, что в других развитых странах люди платят за лекарства в 2-3 раза меньше. Вот как в Советском Союзе у нас был нерушимый блок коммунистов и беспартийных, так и здесь есть нерушимый блок между фармацевтическими компаниями, страховыми компаниями и врачами. Вот если что-то поломать в этом нерушимом блоке, возможно, удастся снизить цены на лекарства и на медицинское обслуживание. А то, что делает Байден, это просто элемент предвыборной борьбы. То есть это заигрывание с электоратом, назовем это так, но насколько оно разумное, насколько оно может дать свои плоды именно в политическом плане? Ну, дело в том, что, понимаете, тут можно опять обратиться к опыту советского восприятия. Вот помните, был такой фильм «Самогонщики», где Гайдай заставил этого балбеса в исполнении Никулина взвесить огромный мешок с сахаром, а потом тот взвесил, и ему показалось, что там не хватает. И он доложил один кусочек сахара. Это было очень смешно. Вот точно так же выглядит сегодня эта мера. Дело в том, что рейтинг Байдена, который, согласно опросу Pio Research Center, это знаменитая социологическая организация, обнародованному вчера составляет всего 33%. Естественно, это катастрофический рейтинг. Инфляция, причем инфляция не в последний месяц, она снизилась, а инфляция как кумулятивный процесс. За все три года царствия Байдена, состояние делом на границе с этими регальными эмигрантами, гигантский рост преступности в городах, внедрение этого ментального вируса под названием «Волк», который всюду видит расизм, две войны, коррупция, символизируемая Хантером Байденом, и начало вот этого вот разбирательства по поводу возможного импичмента. Все это весит настолько больше, чем вот эта мера, о которой мы сейчас говорим, что она просто утопает в море вот этих факторов, обеспечивающих низкий рейтинг Байден. Сахарок на алгоритм сахара. Спасибо вам большое. Григорий Йоффе, профессор политологии Редфордского университета, был с нами на прямой связи, а у нас есть еще одна тема. Амазон, Волмарт и Таргет. Три крупнейшие розничные сети приостанавливают продажи товаров с водяными шариками. На такой шаг ритейлеры пошли из-за растущих опасений по поводу безопасности. Это маленькие разноцветные изделия, изготовленные из суперабсорбирующих полимеров. Их используют в наборах для рукоделия или как сенсорные инструменты для детей с нарушением развития. И не только. Как постановила спецкомиссия, контролирующая оборот потребительских товаров США, помимо риска проглатывания, водяные шарики нередко попадают в уши, что может привести в том числе к потере слуха. Врачи не могли понять, что именно с ней происходит. Поэтому они сказали нам, что экстренная операция – лучший вариант. Когда хирург вышел из операционной, он показал нам с мужем фотографию и сказал, вот что я вытащила из тонкой кишки вашей дочери. Вы знаете, что это такое? И мы с Джонатаном сразу же узнали, что это материал для водяных шариков. По данным регулятора, в период с 16 по 2022 годы в больничное отделение скорой помощи поступило почти 8 тысяч человек с травмами, связанными именно с водяными шариками. В прошлом месяце Фрэнк Паллона-младший, демократ из Нью-Джерси, представил закон о запрете всех таких изделий, продаваемых для детского использования в США. К нам присоединяется Джошуа Кинг, директор токсикологического центра при университете Мэри Лэнда. Здравствуйте, и мой первый вопрос, вот если говорить конкретно об этих водяных шариках, опасность, которую они представляют, она исключительно механического характера, или они содержат еще и какие-то опасные токсичные вещества? Опасность из себя представляют данные шарики исключительно из своих физических свойств. Самая большая опасность заключается в том, что данные шарики при проглатывании расширяются и могут заполнить с собой всю ширину дыхательных путей или, например, пищеварительных. Где вообще используются эти шарики, и как изначально им позволили попасть на рынок в таком случае? Конкретно не уверен, почему их вообще допустили до продажи, но это детская игрушка, знаете, дети часто съедают или проглатывают игрушки, которые, казалось бы, проглатить даже невозможно. А вот данные шарики абсолютно элементарны, так что сложности, естественно, очевидны. Есть какая-то процедура, с помощью которой тестируют вообще все товары, которыми могут пользоваться дети в США? Я имею в виду, которые продаются для детей. Игрушки, пластилины, все что угодно. Я конкретно не эксперт на тестирование продуктов, предназначенных для детей, но, как правило, продукция должна пройти через инспекцию по безопасности, чисто исходя из материалов, из которых эти игрушки изготовлены. Что касается этих водных шариков, скорее всего, просто регуляторы не догадались протестировать, что же происходит с этими шариками, если их проглотить. То есть при попадании на них влаги и воды, и просто они тестировали их в сухих, так сказать, условиях. Вообще, насколько безопасным, да, вы сказали, вы не эксперт, детских игрушек. Вообще, насколько безопасным можно назвать рынок США в плане токсикологии, там, я не знаю, детских товаров, взрослых товаров, большинство из которых попадает сюда из Китая, да, и, возможно, не всегда подвергается тщательной проверке именно с токсикологической точки зрения. Потому что шла речь и о каких-то пластиковых игрушках, и не только игрушках, просто предметах. В общем и целом, игрушки безопасны, если использовать их по назначению. Часто нам звонят в наш центр родители детей, которые, например, проглатывают то, что вообще никто и не собирался изготавливать для проглатывания. Но по такой логике вообще нужно всё запретить, потому что, в принципе, при большом желании всё можно проглотить. Но у нас для таких родителей один совет. Пожалуйста, следите за своими детьми, когда они играют. Если теоретически вы можете себе представить, что та или иная игрушка будет проглотчена, наверное, стоит давать её ребёнку только под присмотром. А как вам кажется, всё-таки запретят это или нет? Потому что пока всё выглядит как временная мера, и ритейлеры, по сути, проявили инициативу, пока идут расследования. Согласно моей информации, на федеральном уровне пока что запрессе никто не говорит. Но, опять же, в Соединённых Штатах отдельный штат может взять на себя инициативу и запретить, теоретически, это федеральное агентство может присмотреться к этой ситуации. Поскольку мы не можем этого предсказывать, здесь, в центре, фокусируясь на медицинской составляющей, пожалуйста, родители, устраните игрушки, которые были признаны опасными для детей, из-за своего обихода. И, в частности, любая игрушка, которая выглядит как какая-нибудь конфета, её лучше держать от детей подальше. Я благодарю вас за ответ. Джошуа Кинг, директор токсикологического центра при университете Мэри Лэнда, был с нами на прямой связи. Мы переходим к следующей теме. Активисты движения «За выбор» во Флориде, где почти все аборты запрещены после 15-й недели беременности, хотят закрепить право на её прерывание в Конституции штата. Причём, что любопытно, около 15 тысяч местных республиканцев уже подписали петицию в поддержку этого решения. А самый вероятный номинат от консерваторов на пост президента Дональд Трамп до сих пор публично не озвучил свои позиции. О судьбе медицинской процедуры и как она отразится на голосах расскажет моя коллега Татьяна Бур. Верховный суд США вновь в центре внимания. Полтора года назад здесь отменили решение по делу Роу против Уэйда. Другими словами, федеральное право на аборт. Процесс сопровождался многочисленными демонстрациями, как пролайферов, так и противников передачи решения на уровень штатов. И вот новое крупное дело, которое может определить будущее самых популярных в США таблеток для прерывания беременности мифипристона. Именно этот препарат используют при большинстве медикаментозных абортов. Это блокатор рецепторов прогестерона, гормона, который необходим для продолжения беременности. Вы принимаете одну таблетку. И после этого вам нужен второй препарат – мизопростол. Он помогает вытолкнуть плод наружу. То есть два препарата работают в тандеме. Федеральный иск подал Альянс медицины Гиппократа ассоциации врачей, которые выступают против абортов. Там утверждают, что FDA превысила полномочия, когда одобрила мифипристон в 2000 году. В апреле назначенный еще Дональдом Трампом федеральный судья Техаса вынес предварительное постановление о снятии препарата с рынка. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно ответить за ущерб, нанесенный бесчисленному количеству женщин и девочек и верховенству закона, по той причине, что оно не изучило, насколько опасны химические препараты для прерывания беременности. Беспрецедентные и незаконные действия FDA ставят политику выше здоровья женщин. В августе апелляционный суд Пятого округа, один из самых консервативных США, постановил, что доступ к таблеткам стоит ограничить, несмотря на то, что более сотни исследований в 26 странах показали безопасность препарата. Администрация Джо Байдена и компания-производитель обратились в Верховный суд. 13 декабря здесь заслушали устные аргументы, а решение, вероятно, вынесут летом, в разгар президентской гонки. Вопрос об абортах один из наиболее спорных для республиканцев и демократов. Я решила поделиться историей о том, что меня изнасиловали, когда я училась в колледже. Я никогда не говорила об этом публично. Легализовавшая аборты у себя в штате демократический губернатор Мичигана Гретхен Уитмар делится с журналистами очень личной историей, не скрывая, она хочет повлиять на избирателей. Я думаю, что перспектива национального запрета абортов реальна, когда вы смотрите на всех республиканцев, которые баллотируются в президенты, когда вы смотрите на нового спикера Палаты представителей. Я на самом деле считаю, что в данный момент это важный, судьбоносный вопрос для многих людей. На сегодняшний день в 14 штатах прерывание практически полностью запрещено с момента зачатия. Один из самых жестких запретов действует в Техасе. И там разворачивается трагическая история 31-летней Кэти Кокс. Первая попытка добиться права на аборт по медицинским показаниям после отмены Роу против Уэйда. Это дело доказывает, что аборт является жизненно важным медицинским средством. Судья признал это немедленно. До тех пор, пока аборты запрещены в любой части этой страны, беременные люди будут страдать. Выезд за пределы штата это не выбор. Однако в дело вмешался генеральный прокурор штата, ярый противник абортов Кен Пэкстон. Он предупредил, любой, кто поможет Кэти, столкнется с последствиями. Женщине пришлось выехать из штата. В дело вмешалась администрация президента. Ни одна женщина не должна быть вынуждена обращаться в суд или покидать свой родной штат только для того, чтобы получить необходимую ей медицинскую помощь. Но это именно то, что произошло в Техасе благодаря избранным республиканцами должностным лицам. И это просто возмутительно. Этого никогда не должно случиться в Америке. Точка. Правовой и медицинский хаос, который мы наблюдаем в таких штатах, как Техас, Кентукки и Аризона, является прямым результатом отмены решения по делу Роу против Уэйда. Все эти вопросы еще не раз прозвучат во время президентской гонки 2024 года. Ведь даже у республиканцев нет единства. Тот же Дональд Трамп, который обеспечил консервативное большинство в Верховном суде США, необходимый для исторической отмены решения Роу против Уэйда, уклоняется от ответа на вопрос, готов ли он подписать национальный запрет. Татьяна Бур, Михаил Винокуров, РТВАЙ. На этом мы завершаем американский сквозной эфир. Все самые последние новости вы можете узнать на нашем сайте rtvi.us. Там вы найдете актуальную информацию из США и о событиях в США и мире. Впереди наша рубрика без комментариев, затем программа дежурной по Нью-Йорку. Ну а я прощаюсь. Всем отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok. субтитры создавал DimaTorzok. Трагнахаси! С rock! I feel good about it. It feels like a real badge of honor. I like it, compton. Aargh! Мы не делаем это маленькое, мы делаем это маленькое. Мы делаем это маленькое. Мистер Питц, мистер Питц. Что это? Это фанти, новковый. Я не ошибся, что я умею. Я не ошибся, что я умею. Я не ошибся, что я умею. Субтитры создавал DimaTorzok